А мы с вами сейчас отправляемся в Беверли-Хиллз. А что такое Беверли-Хиллз? Ну, мы с вами сейчас и посмотрим, собственно говоря. А сейчас я еду по известной дороге номер 66. Первый год, как ее открыли, дорожные знаки здесь вообще отсутствовали. А полностью отсфальдированная она стала только через 10 лет. Что еще вам нужно знать про трассу 66? В простонародье ее называют матерью дорог, как главное шоссе Америки. Протвиженность составляет ее почти 4000 километров. Проходит она от Чикаго и от Ростова-Лос-Анджелеса до Санта-Моники, где нахожусь я. Популярность свою она получила за счет того, что еще в 50-е, 60-е здесь снялось много фильмов. Многие исполнители написали всякие разные композиции про эту дорогу. И очень популярно среди иностранцев и среди американцев это сделать фулл-трип, то есть полное путешествие по дороге 66. То есть проехать исторический маршрут. Знаете, какую тему здесь заметили? Здесь перекрестки, которые не как у нас. Помеха справа пропускаешь. Ну то есть светофоров нет, а у них перекресток и со всех сторон у них стоп. То есть все должны остановиться, по идее. И кто кого будет пропускать? А у них тема такая, что кто первый подъехал, тот и проезжает. То есть кто-то подъехал на 3 секунды раньше, чем ты. И как бы его должен пропустить сначала. А не так, что помеха справа, помеха слева. Кстати, в Америке и вот здесь в Лос-Анджелесе в особенности популярно, знаете что? Не номерные знаки с цифрами, а где люди берут себе и пишут какие-то символы, или там номина, или какие-то ник, никнеймс, да? И вы едете на номерных знаках написано. Банни, Санни, да. Боб, Биггай, да. Трубо говоря. Вот, собственно говоря, мы с вами и доехали до Байверныхилла. Друзья, если вы собираетесь потратить в Лос-Анджелесе чуть больше денег, чем я, то я вам определенно рекомендую, значит, Беверли-Хиллз и отель Уиллшер. Пятизвездочный отель со спа, с открытым бассейном. И это один из престижнейших отелей как Беверли-Хиллз, так и Лос-Анджелеса. Цены на номера начинаются здесь от 800 долларов за ночь. И от этого отеля как раз отходит знаменитый AeroDeo Drive, где начинается весь крутой шопинг со всеми модными магазинами. Что у нас здесь есть? Римова, Фенди, Луи Витон, Филипп Клейн, Джимми Чу, Лалик, там дальше Тимфани, Брунелла Качинелли. В общем, здесь можно тратить денежки. Все, что есть. Кстати, как парковаться? Есть, конечно, парковки, которые несколькоэтажные. Вы можете поставить свою машину туда. А есть, если вы находите место, можно тормознуться прямо на улице. Вот машины стоят. Значит, как происходит оплата? Вот стоит вот такой терминальчик. Сюда вставляешь карту, он тебе выдает сразу же. Или монетки можно закидывать. Но я карточкой. Значит, вставляешь карту, 2 доллара за час. Карточку вынимаешь, он сразу же списывает деньги. И ты вставляешь машину. Только здесь вот у меня пишет, максимально можно на час оставить. Чтобы вы не на день бросили, да? На час оставили и потом поехали. Кстати, Беверли-Хиллз, несмотря на то, что позиционируется как один из самых, как бы, крутых и элитных районов, люди здесь, по подсчетам на душу населения, зарабатывают не самое большое количество денег. Здесь есть и другие районы, где уровень дохода на человека выше. Хотя я не знаю, как это точно просчитывают, но вот есть такая информация. Мне кажется, что все это чепруха. Кстати, Беверли-Хиллз, опять же, по одним из данных, здесь проживает около 30 тысяч человек. Здесь на Беверли-Хиллз проживает много известных личностей из индустрии кино. Как, например, Стивен Спилберг, Сирвестер Сталлона, Деми Мур, Брюс Уилли, Сэштон Качер, Мила Кунис, Мик Джаггер. Так, ну, значит, я выехал из Беверли-Хиллз и у меня заняло около 25 минут. Я сейчас катаюсь по райончику рядом с Голливудом. Ну, собственно говоря, где знак Голливуд знаменитый. Райончик, честно говоря, так себе. Ничего тут такого сверхъестественного нет. Мало кто знает, что первоначально надпись Голливуд имела немножко иное звучание. Холливуд Лэнд. Она была отреставрирована впервые в 1949 году. И именно тогда и пропала вторая часть – Лэнд. А в 1978 году вывеска была полностью обновлена. Спонсорами реконструкции тогда были известные музыканты и актеры, в числе которых Элис Купер, Джин Уотри и Пол Уиллианс. В высоту каждая буква достигает 14 метров, а длина всей надписи – 110. И вот я наконец добрался, ребята. Привет вам из одного, наверное, из самых популярных и значимых и красивейших мест во всем Лос-Анджелесе. Значит, смотрите, если вы хотите попасть сюда, да, если вы хотите увидеть вот этот вот прекрасный вид на весь Лос-Анджелес, да, с этой стороны идет вид на Лос-Анджелес, с обратной стороны вы увидите как раз надпись Голливуд, да. Чтобы сюда попасть, это смотровая, небольшая смотровая площадка, называется она Hollywood Bowl Overlook. И здесь есть небольшая парковочка, но если вам повезет, вы найдете место и припаркуетесь. Отсюда вы видите это все. Вот это, где небоскребы, это даунтаун Лос-Анджелеса. Здесь у нас, по эту сторону, Голливуд и Universal Studios, где, собственно говоря, происходит весь кинематограф, вся эта кухня. И отсюда вот чуть ниже, буквально чуть ниже, будет как раз Beverly Hills. Сам по себе Голливуд, это район, который находится на западе Лос-Анджелеса. Здесь находится знаменитая Вайн-стрит, аллея славы, где вы сможете увидеть около двух с половиной тысяч звезд, да, с выигранными именами всех людей, вошедших в историю киноиндустрии. А как же начиналась вся эта история? С чего? Почему именно Голливуд? Вообще, Лос-Анджелес, да, и Калифорния. Достаточно теплое место. И вообще, в Калифорнии развито сельское хозяйство, виноделие. И вообще 80% всего американского вина производится в Калифорнии. А вообще, вот эта местность, которая позже стала Голливудом, еще до середины 19 века славилась богатым урожаем зерновых культур. И вот, еще давным-давно, молодая пара по фамилии Уитли переехали сюда, и они выкупили участок земли здесь, который назвали как раз-таки Холливуд. Значит, вуд-дерево, а холли-это растение-астролистник. Чуть позже семья Уитли начала делить свою землю с другими арендаторами. Так, вся эта местность потихоньку разрасталась, разрасталась, и получилось небольшое поселение уже. И в 1903 году Голливуд был зарегистрирован официально как муниципальное хозяйство. Знаете, с чем в те времена была большая проблема? С водой, конечно же. И нужно было бороться за качественное водоснабжение. И вот тогда Голливуд присоединили к Лос-Анджелесу. Ну, хорошо, сельское хозяйство, значит, присоединили к Лос-Анджелесу поселок. Причем же здесь кино, да, как все началось? Все достаточно просто. Тогда, еще в те времена, одна компания американская по кинопроизводству, American Motoscope она называлась, эта компания исследовала места для съемок. И команда приехала сюда, на запад как раз-таки. И директор со съемочной командой были очень удивлены, когда они случайно оказались за 8 километров от центра города в этом удивительном поселке. И здесь тогда впервые сняли фильм, который назывался «В старой Калифорнии». И здесь находилась одна заброшенная забегаловка на улице Говар-стрит. И тогда ее переделали, и она стала первой студией на тот момент, где снимался фильм. И называлась эта студия «Нестер Студиус». И чуть позже ее переименовали, она стала называться «Кинолаборатория Голливуда». И дебютный фильм, который сняли на этой студии, назывался «Муж индианки». Его сняли в 1913 году. И как раз-таки этот год и принято считать точкой начала, точкой отсчета развития Голливуда. Ну и с тех пор крупнейшие компании, из вам известных, это, конечно же, Warner Brothers, это Paramount, это Columbia Pictures, Universal Studios. Они начали размещать здесь свои площадки. И как раз в то время зародились такие жанры кино, как вестерн, комедия, мелодрама, мультипликация. Мультипликация. Мультипликация.